приветствую друзья в эфире программа золотая рыбка меня зовут евгений доделев вы знали что пресловутый харви вайнштейн оказывал знаки внимания не только голливудским красавицам но и японским и да впервые золотой рыбки японская актриса ну как японская просто она в японии играл не менее успешно чем у нас на родине елена захарова здравствуйте елена здравствуйте неожиданным образом начну с родителей совсем совсем неожиданно видел в инстаграме вашу фотографию с мамой ну совсем не похожи не похожи я на маму правда мне показалось что да вы считаете что похожи но я больше в папину вообще пара то есть вы папина порода и вообще папина дочка с мамой всегда были ближе отношения более откровенные мама всегда все про меня знала особенно в юности да когда вот казалось бы такой возраст нет я всегда с ней советовался она знала если я уходила и не ночевала дома и мы вместе придумали версию для папы чтобы папа не нервничал вот если что мы с мамой как-то в этом смысле объединялись а вообще я да я похожа на бабушку тамара на папину маму она была очень скромная интеллигентная очень такая вот я думаю что но я не то что сейчас как бы хочу сказать что я такая но внешне я туда и у папы такие синие синие глаза его синеглазка называю но меня не меняют рыжий нет был черный кудрял кудри черные такой а в честь кого вас назвали просто выбрали не так очень интересно потому что по маминому роду есть грузинская кровь мой дедушка был наполовину русский наполовину грузин и мамина имя девички нателла георгиевна джелагани была фамилия вот и ее бабушка предлагала меня назвать музей музея как я потом узнал это солнце грузинский по моему или солнечная вот в общем то мне кажется что это имя тоже ко мне применимо как то вот ну я так смотрю и мне это часто говорят что я светлая но не то что я так хочу да мне просто это часто говорят может я не светлая конечно но мне кажется что это имя подошло бы но елена мне тоже очень нравится именно елена хотя все сейчас меня лена называют но но так я все думаю что я елена а в семье вас как называли алена алёна да алёнушка да алёна да 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 а когда вы в грузию приезжаете какие-то чувствуете ну что это что-то родное или нет чувствую и я вообще очень как-то тепло к этой стране отношусь но сейчас из-за того что нету прямого авиасообщения мама там очень давно не было больше сорока лет и мне все время хочется ее туда свозить но мне хочется и дочку свою взять и я все время думаю как же мы полетим вот с этим с пересадками поэтому я все жду дома вдруг начнется как-то вот ну распогодится будет все по-другому надежда как говорится есть еще такая да но я чувствую мне ну мне нравится очень атмосфера я впервые была в грузии в 90-х годах в конце 90-х это был может может начало двухтысячных когда была там дикая разруха мы были на гастролях с театром луны ездили две недели по всей грузии на автобусе то есть это было прям но мне так все нравилось вот знаете конечно мне было очень грустно потому что я от бабушки от дедушки слышала как там красиво и когда я видела такую разруху не было немножко грустно но при этом нас принимали вот так вот все время столы в три ряда тарелок накрывались песни мне подарили потом канистру молодого вина вот мне пришлось даже артиста просить одного володину сурадзе выйти со мной за этим видом потому что я боялась не кантю везут его володя хочешь ли на я с тобой поделюсь то есть вот ну как бы было все непросто и было очень забавно почему это проект подробно рассказывать то что я помню мы веру сотников играла спектакль тоже было путешествие дилетантов мы приехали на автобусе в поте да и мы так вот едем и видим такие лица вот такие все с черными бородами они вот так на нас смотрят вера сидит все тут мы и мы там жили вот это еще даже сложно представить на частном секторе то есть нас расселяли по домам взять какие были условия сейчас бы я наверное так конечно бы ну может быть я сейчас бы так и не боялся же чего бояться да а тогда все таки так ну как но все было очень хорошо это конечно глупость абсолютная была но это было забавно а потом уже я была в грузе когда все цвело и все было красиво простите что так долго говорю нет это очень интересно все папа поcierge об этом просто не не говорили ни к не с кем не говорила да вы сейчас какую-то такую тему с вами всегда интересно Жень, я поэтому к вам и пришла. Спасибо, спасибо. Грубо лезть, это самое-самое. Нет, это правда, я не умею, я не умею. Вы все умеете. Ну как, вы актриса, вы должны уметь, уметь все. Значит, Грузия и Япония две ваших любимых страны, я так правильно понимаю? Ну еще Франция, Италия, конечно. Ну все было давно теперь уже, кажется. Нет, просто при Японии совершенно вот в прошлом году у вас было фото с таким выбеленным лицом под гейшу. Это так фотограф, естественно, под гейшу. Вы же там в прямую просто спрашиваете у своих подписчиков, похожи ли вы на Японию, потому что я так понимаю, что работа в Японии вас впечатала основательно. Да, да. Нет, на меня это произвело очень большое в жизни впечатление, потому что я очень много где была именно на гастролях, там я и во Франции когда-то снималась, но вот Япония, но она просто ни на что не похожа. Все-таки вот это островное государство с людьми какой-то высочайшей культуры, с какими-то вот у меня было иногда ощущение, когда их что-то спрашиваешь, такое ощущение, что у них так в глазах как будто, вот знаете, какой-то идет, как будто это роботы иногда даже, вот какой-то, они настолько, они настолько другие, при этом я помню, а в метро садишься, все спят. То есть вот они как раз, их выключили, а так они очень как бы много работающие, очень пунктуальные, очень культурные, вежливые. То есть потом, когда я оказалась в Китае, это был очень сильный контраст. А вы в Китае на съемках вот от японского фильма? Да, вместе с ними. Но я и просто была в Китае несколько раз. А, помимо съемок. Да, да. Мы были, во-первых, на гастроли в Гонконге, но Гонконг это все-таки такая другая страна, да, она отличается от Китая вообще сильно. Но Япония, пожалуй, действительно самая любимая. Мне очень хочется туда вернуться. Мне там нравилось все. Они мне даже говорили, если ты выучишь язык, ты можешь здесь как бы работать, ты можешь сниматься. Но я не была... Ну, вы же язык выучили, а даже в одном из интервью вы что-то говорили по-японски. По фильму. Да, я говорила. Но я говорила по фильму, но что-то я понимала. Когда там находишься больше недели, ты уже начинаешь по мелодике еще что-то говорить, какие-то выражения запоминаешь. Ну, это же нормально, когда у тебя есть слух, и ты артист. Да, и... Но мне там нравилось все. Но, может быть, я еще была очень молодая. Вообще, мне кажется, человек, когда в молодости, ему легче все нравится, чем когда он уже много видел. Ну, хотя, я думаю, я бы туда сейчас... Я очень туда хочу приехать. Я не знаю, когда это будет возможность. Мне хочется, конечно, дочке показать Японию, потому что там были потрясающие, я еще помню, аттракционы. Не Диснейленд, а как-то они назывались. Они есть и связанные с водой, и так. Ну, в общем, такой целый огромный парк аттракционов. Сумасшедший, конечно. А в каком году это... Я там была, мне кажется... Ваши были работы. Ну, какие годы? Кино вообще было, по-моему, 2005 год. А, начало нулевых. Да, начало нулевых. А потом я там снималась в рекламе. Так там... Я, в общем, семь раз была в общей сложности, но не была уже, мне кажется, ну, как бы лет десять я там не была, мне кажется, да. Вы, наверное, производили какое-то такое оглушительное впечатление на японских мужчин, наверное, потому что у вас действительно... Да, я почему-то нравилась. Ну, почему-почему? Нет, потому что я чем-то на них... Я думала, что вообще всем мужчинам нравитесь во всем мире, но японцев, мне кажется, как-то вот должны были особо... У меня была очень смешная история, когда я поехала туда на съемки рекламы. Рекламы чего? Рекламы косметики. И я поехала туда, они меня пригласили на съемки. А до этого я там была на дне рождения этой кинокомпании, потому что вот владелец этой компании... Не кинокомпании, простите, на дне рождения этой компании косметологической. Да, я понял. Я сейчас договорилась просто. Владелец этой компании увидел меня в кино. И я стала лицом этой косметики в России сначала, а потом и в Японии, хотя у них всегда была веточка. И вот для съемок именно в Японии я должна была... А владелец компании, такой достаточно пожилой человек, мне кажется, ему на тот... А пожилой в вашей системе координат? Я думаю, ему тогда, мне кажется, было лет 80. Он до сих пор жив. То есть реально пожилой. Да, он реально взрослый был человек, очень такой дедушка. Но при этом он летает на параплане, он, значит, увлекается автомобилями. То есть он... Да. Автомобилями увлекается, коллекционирует их? Да, да, да. У него огромная коллекция автомобилей. Да. Всяких спортивных, разных. И, значит, и когда я туда прилетела... А, и когда я туда вылетала, как бы вот представительница этой компании в России, она сказала, Лен, говорит, ну, нам кажется, что ты ему очень нравишься. Как бы, ну, я не могла тебя, говорит, не предупредить. Вот, с тобой никто не летит. Так что ты как бы, ну... Я говорю, да, как интересно. Я, конечно, так немножечко уже заволновалась, потому что мы, помимо того, что мы снимались в Токио, мы еще летали в Хаконе или на Хоккай. По-моему, в Хаконе или на Хоккай, да. Вот я сейчас что-то уже... В общем, мы куда-то еще летали, еще на один остров, где как раз эта косметика производится, на производство. Вот. И она говорит, в Токио там будет, да, с вами кто-то сопровождать, а на остров вы летите вдвоем. И там будет эта... Это уже компания. Я говорю, господи. Ну вот. Но это было очень забавно. Почему я про это рассказываю? Потому что я помню, что, когда я прилетела в аэропорт, он меня сам встретил на зеленом очень красивом Бентли. Значит, мы поехали, они меня заселили в отель с переводчицей, все. Нет, все очень было деликатно, съемка, все потрясающе, все красиво. Вот. И потом он рассказывал, как вот он летает на этих... Может, ему было и больше 80 лет. А он рассказывал, что он летает? Да, он рассказывал. Нет, он говорил, он говорил, завтра будет, если ясно, я полечу. Будешь смотреть. Я тоже так буду тебе рассказывать. Нет, говорят, по-моему, он до сих пор летает. Нет, он в прошлом году был в России. Он путешествует, хотя ему, по-моему, мне кажется, ему сейчас за 90. И он написал какое-то вообще очень интересно про долголетие, как вообще себя сохранить. Ну, какие-то труды пишет. Нет, нет, он, конечно, очень такой. Вот. Но это я рассказала специально, как меня вот так встретили тепло. Значит, и потом... То есть ничего такого вот не было, да? Но какие-то такие тонкие намеки с его стороны. Ну, а что такое тонкий намек? Тонкий намек? Ну, просто я знаю, что у мужчин и женщин разные представления о толстоте на намеку, поэтому... Ну, какие-то такие темы пошли, которые я никогда никому не рассказывала. Так забавно. Не знаю, Жень, почему меня такое доверие вызываете? Наверное, потому что так канал называется. Да, кстати. Вот видите, какая я... Кстати, да, грамотно. Грамотно, да, сейчас. Вы уходите от вопроса грамотно. Вот. Я так вот, вы знаете, я так, ну, не могу сказать, но я помню, что... В общем, в аэропорт потом я ехала на автобусе, чтобы... Ну, это просто вот... Однако. Однако, да. То есть это был такой... Он, конечно, очень обиделся. И я, по-моему, была лицом этой косметики в Японии всего год. Ну, то есть... Ну, я... Нет. Ну, я имею в виду, что я никогда, знаете, ничего не делала вот такого ради карьеры, да? То есть для меня... Такого какого? Ну, я имею в виду, что я никогда не встречалась с людьми без любви, да? То есть для меня в жизни важна любовь, да? И, ну, как бы я поняла, что это вообще за грани моего представления обо всём. При этом это умный, хороший человек, да? И меньше всего его хочется обидеть, но как-то вот... Как-то я ему объяснила, что нет, извините. Вот. Ну, мы работали вместе, да. Ваши предлагали, по-моему, в Японии остаться и после работы над фильмом. Фильм, который, по-моему, в России так и не шёл на экранах, да? Не шёл. Я их спрашивала, а никогда нам это не нужно? Мне так было странно. Может быть, я ещё потом... Я говорю, ну, почему? Вы шпионку играли, да? Да, я играла русскую шпионку. Это Харбин, 45-й год. Я играла Елену, ей отрубали голову. И мне объяснили, что это была реальная история. То есть это ещё основано на реальных событиях. Её тоже звали Елена. Героиню мою. И вы там не рыжая, вы брюнетка там, да? У меня ещё вот это очень... У меня вот сохранились фотографии, и меня почему-то там вообще... То ли меня как-то в России неудачно покрасили тогда для какой-то роли. У меня такие волосы красные вообще. Нет, я рыжая там, я не брюнетка. Нет, я играю русскую шпионку. Я не японку играю. Я понимаю, да. И я говорю то по-русски, то по-японски. Но в основном на японском. И меня не переозвучили. Меня никто не дублировал. То есть вы без акцента говорите? Или акцент постулирован? Да, да, я же русская. Но вот этот звукорежиссёр мне говорил, вы очень хорошо говорите, вот просто идеально. Не знаю почему, но вот как-то так сложилось. Но я как-то почувствовала... Ну вообще Япония, если говорить, в первом своём фильме, «Приют комедиантов», в 95-м году он вышел, к юбилею Лидии Смирновой снимался, и Ваня Хлобыстин там играл, одну из главных ролей, и я. Я превращалась в конце фильма в японку. Вот откуда у меня, видимо, понимаете, и у меня это очень... Я там совсем юная, я студентка, мне там 18 лет. 20, по-моему. А? 20, по-моему. В 95-м, нет? 20 вообще. А чего вы так сейчас... Вот зачем это сейчас? К чему это нам информация такая? Нет, я понимаю, что есть интернет. Нет, 20 было, когда фильм вышел. А, понятно. А когда снимался, у меня было 19, да. Вот, и я думаю, что... Знаете, вот я как-то свою жизнь, потом вот так, когда оглядываешься назад, я как-то ее связала с Японией. Вот, ну, я имею в виду, что вот так вот какие-то были такие, да, уже намеки тогда на японское, на что-то. В общем, мне теперь хочется вот сейчас побывать в Японии. Очень хочу. Вы знаете, вот вы когда сказали про там вот влюбленности и прочее, я помню, что Андрей Сергеевич Кончаловский писал, что фильм хороший получается, когда между актрисой и режиссером... Я не про постель сейчас говорю, не про сеть. Да, 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 а есть духовная любовь. Вот есть какое-то влечение, симпатия и это. Вы можете работать с партнером на сцене или на площадке? Я не знаю, это про режиссера, который вам антипатичен. Вот он вам, ну, не нравится как человек. Мальчик или девочка, это вот, ну, не важно. Вот он вам неприятен. Вы можете играть с ним в любовь, в дружбу и в симпатию? Или это надо какое-то усилие делать над собой? Ну, это усилие, конечно. Если вообще идеально, мне кажется, получается, когда тебе партнер симпатичен. И вы правильно сказали, что это не обязательно иметь какие-то отношения, да, и, как правило, действительно этого и нету. Ну, хотя часто бывает, что люди влюбляются именно на съемках, артисты, да? Да, часто, да, конечно. То есть, видимо, есть какая-то, как я понимаю для себя уже, видимо, есть какая-то грань, через которую человек, ну, не переходит, да, потому что, там, у него есть семья, там, еще что-то, да? Либо у него вот это на уровне такого вот именно какой-то духовной симпатии. Это очень важно. Вообще важно, когда у тебя с режиссером, ты говоришь на одном языке и с партнером, да? И есть вот это вот какое-то вот взаимное влечение, но оно именно на таком легком уровне, да? То есть оно закончилась смена, съемки, оно заканчивается. Спасибо, все, мы друзья, пока. Да, и там всегда рады друг друга видеть. Мне кажется, это очень здорово. Так должно быть. Но если вдруг такого нет, ну, у меня было, по-моему, это, ну, очень редко. Это, может, было несколько раз. А даже сейчас, наверное, это и не вспомню, когда... Но у меня был смешной очень эпизод. Не то, что... Нет, у нас были нормальные отношения, но я просто не знала тогда, мы не были знакомы, допустим, с Кириллом Гребенщиковым. Я прилетаю на съемки с Серафимой Прекрасной. Я очень давно знаю Коренев Альянс. Я у него до этого снялась там в пяти проектах. И роль эта у него злодейки писала для меня специально такой. Злодейки-разлучницы. Которую я сказала, я вообще это не буду играть. То что? Я говорю, такую... Это не моя роль. Она говорит, Захарова, ты дура, ничего не понимаешь. В общем, все, я согласилась. И я прилетаю на съемки. Вот. И я говорю, как же Кирилл выглядит? Он сейчас очень много снимается. Он сейчас звезда, тогда он меньше снимался. А он по фильму покибает. И мне говорят, ну, вон, видите, стоит памятник в автобусе. Типа там съемка завтра. Вон его портрет. Я говорю, а, да? Говорю, ага. Ну, и дальше я захожу в гостиницу. И как раз Карина говорит, ой, познакомься. Вот Кирилл. Я говорю, ой, Кирилл, здрасте. А я ваш портрет только что на памятнике видела. Сказала я. Смотрю, все как-то так. Ну, я по лицам поняла, что я что-то сказала. То, видимо, чего Кирилл не знал. Оказывается, Кириллу не сказали, что его портреты есть на памятнике. Понимаете, от него это скрывать. Вы попалили. А я просто пришла, и на таких эмоциях прилетела радостная Феодосия. И так вот выпалила ему это. И на следующий день у нас первая смена. Вот мы только друг друга увидели, да? Там, здрасте, я Лена, здрасте, я Кирилл. А у нас прям такие сцены страстные, с поцелуями, насиновали. Вот с таким... Я думаю, боже мой, как играть? Я думаю, я вообще... И вот так вот мы как-то снимались, снимались. И потом там проходит ночь. С утра мы все встречаемся на завтраке. Я подхожу к Карине и говорю, Карин, ты знаешь, мне кажется, я вчера переиграла. Она говорит, Захарова, только что подходил Гребещиков и говорит, ты знаешь, Карин, мне кажется, я вчера не доиграла. Вы, говорит, как в той истории, говорит, вы, Мария Ивановна, переигрываете, а вы не доигрываете. Говорит, все нормально, успокойся. То есть вот это, понимаете, может быть, ты даже и делаешь все хорошо, но ты все равно, ну как ты встретился с человеком, ты же не можешь сразу на него броситься. Ну, наверное, есть такие, да? Ну, я имею в виду, ну, а ты играешь при этом. В общем, это такой процесс. Притирка должна быть все равно. Ну, знаете, вот хрестоматийный пример в кинематографе, это «Девять с половиной недель», где Кинг Бессенджер и Микки Рурк, они друг друга ненавидели. Ну, вот это, конечно, очень круто. А сыграли при этом, ну... Ощущение, что у них роман был во время съемок. Да, конечно, конечно. Потому что так иначе как-то. Да, у вас иногда, когда вы смотрите ленты с собой, вы понимаете, что вы себя обманывали? Или вам всегда нравится то, что вы сделали? Ой, нет, конечно. Нет, вы имеете в виду, как я сыграла, не то, как действует. Нет, вообще себя сложно воспринимать. Бывает, что-то мне очень нравится. Это вот у Карины тоже были какие-то сцены, которые, думаю, как я это сыграла. Вот знаете, когда я забываю, что вообще это я, и я... Погружаюсь полностью, да. Погружаюсь в это, да. И мне это очень, ну, как бы, я думаю, надо же, как... Ну, то есть я сама не понимаю, а со стороны это прям выглядит как-то очень. Бывает, что мне что-то кажется, нет, вот здесь можно было иначе сделать. Нет, нет, это... Ну, мне кажется, конечно, когда уже опыт какой-то набирается, ты к себе легче относишься. Бывает, просто не нравится, как снято, да. Кажется, ну, казалось, ты вроде так выглядел хорошо, а как-то снято, может быть, не так хорошо, да. Ну, то есть это так тонко все. Но мне кажется, артист не должен быть с собой все время доволен. Это такая, знаете, такая позиция, которая, мне кажется, довольный собой артист вообще, и в театре, и в кино, которому ничего уже не надо, у него типа все есть, и он все гениально все время делает. Мне кажется, это какая-то нерабочая позиция. Знаете, вот такое вот почивание на лаврах, оно такое... Мне кажется, ты в этот момент прям летишь, 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 уже где-то там у подножия Аль показываешься, валяешься просто. А режиссером постфактум артист должен быть всегда доволен? То есть у вас всегда приятный послевкусие остается от работы с режиссером? В основном да. Вы знаете, в основном да. И от кого-то больше, от кого-то меньше, но потом ты видишь результат на экране, думаешь, ну, как здорово все. Но у меня очень редко бывают конфликты с режиссерами. Мне кажется, даже у меня никогда такого не было. То есть я из тех... Вот знаете, бывают артисты, они на площадке вдруг начинают спорить, 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 тянут время для чего-то. Я не знаю, что-то какое-то... А давайте... А вот нет, а вот это вот... А я вот это вот не пойму. А это почему? Я думаю, что такое происходит, не пойму я. Я вижу, что уже режиссер раздражается, и все это. И думаю, что же это такое? Вот есть такие люди, им надо до чего-то докопаться. Вот я не из таких, вот честно. Я думаю, для чего? Ты подписался на проект, ты доверяешь этому человеку, ты читал сценарий. Ты знаешь, вы все равно плюс-минус встречались, да, перед тем, как вы начали работать. Может быть, кому-то это... Нет, если режиссеру это нравится, да, но если у меня вдруг в голове какая-то идея, не то, что я подхожу к оператору и говорю, вы знаете, мне надо только так снимать, так не надо. Я такого тоже никогда не делаю. Я доверяю. Есть люди, это их профессия. Я никогда не гримируюсь сама. Да, то есть я могу сказать, давайте тут глаза вот так чуть-чуть добавим, да, если возможно. Но я никогда не буду вот так вот вступать в конфликт. Это не моя природа. И мне кажется, это правильно. Ну, я не знаю, может быть, и нет. Нет, но есть же какое-то видение роли, допустим, если вы этот образ свой представляете после ознакомления сценарием одним образом. Да, я могу это сказать режиссеру, конечно. Я могу сказать, вот, а мне кажется, вот, а он скажет, а я вижу, и он режиссер, он главный все равно, понимаете? Значит, я должна к нему прислушаться. Если бы я была режиссером, а он артистом, значит, было бы наоборот. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Но я думаю, это все равно взаимное плавание. И оно иногда бывает долгим, да, иногда бывает коротким. Я думаю, вот проект, мы все встречаемся, мы все в одной в этой лодке, да. И если один там куда-то его в шторм попал, да, то все остальные тоже начнут как-то ходить ходуном. Ну, и для чего это? Вы, навскидку, можете несколько работ своих назвать, которыми вы, ну, реально гордитесь? Вот, вы считаете, что у вас получилось? Ну, мне кажется, Серафима прекрасная получилась. Это как бы... Ко детству, мне кажется, Полина Сергеевна получилось, потому что ее до сих пор... Вы ведь там, по-моему, взяли, по-моему, без проб, да, на эту роль? Да, да. Если хотите, я потом расскажу эту историю. Нет, я хочу прямо сейчас, да, расскажите. Скажите, проекты назвать. Еще я очень люблю фильм «Тартарена из Тараскона» Дмитрия Астрахана. Я за него получила приз в Гатчине, это было давно, это тоже начало 2000-х. Приз назывался «За невероятные кокетства, граничащие с мастерством на экране». И председатель жюри был Георгий Натансон. По-моему, мне кажется, тогда еще была жива Клара Лучко, она тоже была в жюри. То есть были такие арти... Как бы такой вот режиссер, такая актриса. Вот. И там снимались удивительные артисты. Моим партнером был Николай Петрович Караченцев, Анатолий Юрьевич Равикович, Инна Ульянова. Был такой состав звездный, Филиппенко, Абдуллов. Я играла вот... Мы с Николаем Петровичем играли Караченцев главные роли, мы играли авантюристов. Это по Альфонсу Даде, по его произведению. Вот. То есть я этой работой тоже очень горжусь. Но еще есть любимая роль. Это принцесса Инищенко была на канале «Россия», где я играю двух разных. И мне потом ни одна актриса говорила, что училась на моей работе. Играть двух разных персонажей в одном фильме. Вот. А что касается кадетства, была забавная история, потому что я была на Кинотавре, мне сказали, что вот надо встретиться с продюсерами. И я встретилась с Вячеславом Уруговым, с продюсером, с Константином Кикичевым, продюсерами кадетства. Они мне рассказали эту историю. Рассказали с такой увлеченностью, что вот кадеты, своровец влюбляется в учительницу свою. Я думаю, боже мой, какая роль. И проб никаких не было. То есть я просто с ними встретилась и поговорила. Съемки уже шли. Я так понимаю, что у них кто-то в последний момент почему-то слетел. Вот. И меня утвердили. Я улетела на съемки больших гонок во Францию, вернулась, прямо из аэропорта поехала в Тверь. Ну, то есть после Лазурного берега. Прямо в Тверь. И сразу на площадку. Немножко контраст. Вот. И режиссер Сергей Орланов, прекрасный режиссер, увидел меня. Мы впервые с ним увиделись. То есть мы до этого не встречались. Вот это тоже, конечно, важно очень. Мне какие-то одевают странные костюмы. Перед тем, как я иду на грим, мне как-то одевают такую юбку в обтяжку с разрезом, какую-то блестящую, что-то здесь такое. Я думаю, какой-то странный костюм. Я говорю, а этот какой-то странный костюмер. А я говорю, это точно мой костюм? Вы ничего не перепутали? Я как-то по-другому себе Полину Сергеевну представляла. Ну, в общем, я сижу на гриме. Заходит Сережа, видит меня. Говорит. Так смотрит. Я вижу, что он как бы обалдел моего облика. И говорит, ну, если вы думаете, что вы вот это вот будете играть, вы очень не ошибаетесь. Ну, типа вот такую какую-то дамочку с разрезом и в обтяжку, да? У меня вот так вот слезы, как... Нет, вот так вот у клоуна. Вот так они вперед летят же, да? Потому что я говорю, нет, мне тоже этот костюм не нравится. Мне такой, в общем... Ну, я ему все объяснила. Он говорит, так, все, съемку останавливаем. Мы едем с Леной в магазин покупать ей нормальные костюмы. Все, и потом мы так замечательно работали. Такая атмосфера. Ребята потрясающие. Мы до сих пор, когда видим друг друга, вот знаете, это какое-то такое счастье. И вообще, когда ты, наверное, работаешь с молодежью, в этом есть какой-то дополнительный драйв. Ну, мне тогда самой было, я играла роль, мне было по роли 23 года, а мне тогда было 30 лет. То есть Полина Сергеевна-то тоже была совсем молодая. Но я выглядела, если посмотрите, там действительно выглядела очень молодым. И Саша Головин. Он, по-моему, был тогда лет 15-16. В общем, вот так замечательно все общались. Это было чудесное время, правда. Поэтому, когда я смотрю иногда, конечно, я не видела все серии. Мы снимали 5 лет, ну, там, с паузами, естественно. Но когда я вдруг что-то вижу, думаю, как это сыграно? Почему так? Как я могла так? Раз! Вы знаете, как-то... И я верю. Вот я смотрю, я верю. Но до сих пор подходят люди. Вот прошло сколько лет? Это с 2005 года были съемки, до 2010-го. Представляете, сколько лет прошло? До сих пор. Подходит здоровый ЛББ, говорит, я вырос на вашей Полине Сергеевне. Я вырос на кадетстве. А моя подруга говорит, а сколько вам лет-то? Что вы так ее... Я говорю, да ладно, я привыкла. Ты что, говорит, все нормально. Я на это не обращаю внимания. Мне очень приятно. А как вы вообще относитесь к этой моде, которая, кстати, из Голливуда пришла, когда актриса... Я вам сейчас еще смешную историю расскажу. Да давайте, да. Про Харви Вайнштейна, да? Это же все началось с него. Естественно, да. Вы знакомы? Мы знакомы. Харви? Да. Обалдеть. Опять, да я не знаю, Жень, вы прям сегодня меня... Да, очень интересная была история, очень забавная. Я лечу на фестиваль в Астану. Это был 2010 год. По-моему, был первый кинофестиваль в Астане. Делал Тимур Бекамамбетов. И там... Он международный, там была Катя Редникова, было много звезд. Был как раз Харви Вайнштейн. Я тогда не знала, кто это. И я смотрю, какой-то дядечка ходит и на меня смотрит и улыбается. Полутоядно смотрит. Ну, как-то так. Я Катю Редникову спрашиваю, Катя, ну это кто? Она говорит, это вообще-то Харви Вайнштейн. Гляд, один из ведущих продюсеров Голливуда. Я говорю, да, как здорово. А я прекрасно знаю английский. Я тогда очень часто была в Лондоне. И в Америке я бывала. Ну, то есть для меня, я думаю, вообще очень интересно. Главное, что я зверь бежит, как это называется. Катя сразу говорит, но он только... Ну да. Да. Я говорю, ну такого быть не может. Я говорю, что же, прям вот только, вот прям вот так и все? Ну как бы человек же, да? Я думаю, ну никто же меня не будет там никуда тащить, знаете? Я почему вот сейчас рассказываю, потому что, да, потом такое там все с ним история связанная. Очень интересно. Дальше что происходит? Ко мне подходит его помощница, как бы переводчица. И она говорит, вот Харви бы хотел с вами встретиться, поговорить по поводу работы, все. Да. В его отеле. Я говорю, да вы что? Ага, я думаю, так, опасно. Я говорю, ну не в номере же. Она говорит, нет-нет, что вы, в лобби отеля, внизу я тоже там буду на встрече. А, вот так вот. Да, я буду на встрече. А у меня на тот момент агент Анна Островская, я, а время уже, чтобы вы понимали, где-то 12 часов вечера. То есть это происходит уже мероприятие, после там открытия, все как бы общаются, выпивают, разговаривают. То есть это уже как бы вечеринка. Я понимаю, что агент мой ушла спать. Я к ней в номер. Я понимаю, что я на эту встречу не могу она идти. Да. Нет, ну как бы, я не собираюсь. Да, да. Я ее бужу в номере. Я говорю, так быстро встала, оделась. Мы идем на встречу с Харви Иванович Тарином. Я говорю, да, мы пошли. В общем, мы приходим в этот отель. Очень интересно. Я на тот момент была невеста. Я не была замужем, у меня были серьезные отношения с мужчиной. И у нас вышла обложка как раз журнала. Я иду с этим журналом. Понимаете, да? Я становлюсь просто... Так себе отмазка. Так себе отмазка, да. И дальше... Ну, во-первых, он, конечно, человек был очень... Он был, почему он есть? Он живой, слава богу. Он с невероятным чувством юмора. Я очень хорошо знала английский. И харизматичный. И харизматичный. То есть понятно, что я никуда не собиралась с ним. Это сразу было для меня, да? Ну, я серьезно, без всяких. Но мы так сидели, хохотали в этом лобби, наверное, часа полтора. Моя уже стала, агент, засыпать. А мы вот так вот хохотали. И он мне сказал, что я ему очень симпатична. И я ему говорю, ну, вы понимаете, у меня есть муж. Я сказала, естественно, муж, вот видите, обложка, да? Я говорю, я его люблю, поэтому, говорю, вы извините. Ну, и как бы... То есть я ему дала понять. И вот... Да, и он как бы говорит... Ну, мы прекрасно пообщались, мы обменялись телефонами. И тем не менее... Но я его больше никогда не видела. А, нет, я его потом вру. Я его видела, наверное, до всей вот этой истории. Это было, наверное, лет пять назад в Каннах на фестивале. Я с ним поздоровалась. Он как-то сделал вид, что меня не узнал. Ну, я думаю, ну и... Бог с тобой. Вот. Но потом я думаю, ну ведь он ко мне не приставал. Да, были какие-то намеки. Но я их тут же обрубала. Я потом думаю вот про этих актрис, которые потом жаловались. Голливудские звезды. А они-то... Вот, ну, казалось бы, Жень, ну если бы я чего-то бы, да, хотела бы какой-то карьеры. Ну я, может быть, ее хотела, но я хотела другим способом. Не получилось. Ну ничего. Ну я же не пошла к нему в номер. А для чего они ходили? Для чего они ходили? А потом, спустя 20 лет, я, может быть, сейчас вызову какую-то волну, там, а для чего они поднимались в номер? Или их где? Ну меня никто не хватал ни за что. Ко мне никто не приставал. Ну были намеки, да. Но они были в разговоре. Но я их тут же пресекла. Они что, приходили в номер пообщаться? Одни? Ну это же нет. Я, может быть, не права. Я какие-то, может... Ну это, наверное, любая взрослая женщина, да, а они были уже там, ну или даже 18-летняя, наверное, понимает, что если ее Харви Вайнштейн приглашает почему-то в номер, то, может быть, это что-то означает. Это все равно женщины тоже виноваты. Ну правда. Это все равно с какой-то, ну... Если человек идет в номер, наверное... Ну я не знаю. Я не знаю. Я не берусь туда никого обвинять, чтобы меня потом, знаете, не стали говорить, ой, какая она вообще. Ну вот такая история со мной была забавная. Когда это все произошло, думаю, мама дорогая. Мне вот Алена Яковлева, сидя на вашем месте, не так давно рассказывала, что просто вот там на студии Масфильм ее там закрывали в кабинете и говорили либо так, либо вообще никогда. Кошмар какой. Нет, у меня такого никогда не было, слава богу. Почему? Вы считаете, что не всем женщинам или девушкам готовы делать такие предложения? Ведь мы сейчас не говорим не про внешние данные, а про какое-то вот, ну, ощущение какого-то там, я не знаю, стержня или чего-то. Вот вы знаете, вот очень интересно. Я же очень много лет проработала в Театре Луны. И про Сергея Борисовича же тоже очень. О, да. Не будем сейчас. Просто да. Тысячи историй, я знаю, да. Но у меня никогда не было такой ситуации. Знаете, я иногда думаю, ну, может быть, у меня не такая как бы привлекательная фигура. Ой, да ладно. Представьте, я вот так встал. А с другой стороны, я думаю, это зависит от твоего характера, да. Вот это же все равно, я думаю, мужчины тоже это считывают. Вот эту доступность, наверное, какая-то, да. Во мне есть что-то другое, я думаю. Но вот только вот этого, вот этого нет. Может быть, это плохо даже. Может, я лишена из-за этого каких-то ролей, я не знаю. Но вот нет вот этого вот, что да, я сейчас быстро, как-то легко с ней можно справиться, понимаете. У меня, ну, вот как-то мне, может быть, фу-фу-фу-фу, везло. Но я думаю, сейчас уже как бы вряд ли кто-то кинется в таком смысле, да. Ой, ой. Я знаю, я имею в виду. Вы все время так на комплимент так нарываетесь. Я имею в виду, что все равно 20 лет... Человек, который подписан на ваш инстаграм и видит вашу фотографию. Как мне было, я думала, после сегодняшней встречи, после того, как я опоздала, чуть-чуть меня уже отпишетесь от меня. Да, кстати, вы говорили, что вы никогда не опаздываете после Японии, что... Ну, это прошло много лет. Два месяца, я потом не опаздывала. От этой привычки не опаздывать вы избавились благополучно. Нет, это было же... Могу быстро тоже про это рассказать, про Японию. Да, расскажите, да, конечно. Было очень смешно, потому что когда мы снимали в Китай, мы выезжали в 5 утра на съемки, потому что осень, световой день короткий, в 4 я шла на грим, в 4 утра, да. В 4 утра, да. В час я где-то ложилась в 12. Ну, богемая девушка, естественно. Нет, ну я вообще никогда рано не ложусь спать, это не моя история, да. Если даже очень уставшая, я все равно что-нибудь найду, что делать. Вот, и в 4 я шла на грим, и потом там у меня еще было 15 минут как-то собраться и выйти в автобус. И дальше мы на весь день уезжали. Все в автобусе ехали в одном. И японские звезды, и я. То есть для... Я не делась исключение для... В Мокео все было. В Китае это был, знаете, это хей-хе, это на границе с Благовещенском. То есть там вообще все бедно, просто было. Я там похудела килограмм на 6. Особо есть даже было нечего. Нас кормили каким-то рисом и жареным луком, и яйцами с помидорами. Ну, вообще, изысканное меню такая была вся. Вот. И я помню, я спускаюсь в автобус в 5.05. Смотрю, все сидят. Стар, млад, а там и дети снимались, и старики. Думаю, да, опоздала, 5 минут нехорошо. На следующий день спускаюсь вовремя, в 5 утра. Опять все сидят. Думаю, странно. Ну, в общем, я так пару раз спускалась, все время все сидели. Я потом их спрашиваю, говорю, послушайте, а почему все сидят-то? Ну, как бы, да, я почему-то последнее всегда прихожу, даже если вовремя. Почему? Они говорят, ну, просто у нас принято за 15 минут приходить. Я говорю, почему же вы мне не сказали? Ну, как бы, я же говорю, а вы иностранка. Ничего, вам можно. У вас в другой спрос. Да. Ну, это было так. Мы не будем обманывать зрителя. Мы расскажем, что вы забыли артефакт, который вас просили ввести. Вместо этого артефакта мы поговорим об этой ювелирке памятной. Что это такое и чем это памятная? Какое вы, Женя? Мне стыдно стало, я покраснела. Ну, забыла, вот бывает. У меня маленький ребенок, мне простительно. Это кольцо. Я буду про другое рассказывать, но это кольцо. Я когда-то купила, лет 15 назад, в Антверпене. Не может быть, чтобы такие девушки сами себе покупали кольца. Ну, мне оно понравилось. Я была на гастролях, мне некого было попросить. Ну, вы знаете, иногда... Понятно, принимается. Больше я такого не делала. Но вот это кольцо я купила сама. Могла себе позволить. Оно было не такое дорогое, не буду говорить, сколько оно стоило, но, в общем, то, что я заработала на гастролях, вполне хватило. И вообще Антверпен же славится своими бриллиантами. Да. Делали какие-то скидки. Оно мне очень нравится. Оно всем всегда нравится. Но я хотела рассказать про другое кольцо, которое меня, к сожалению, украли. Но это кольцо было моей бабушке и прабабушке. И оно было... Ну, конечно, сложно, что его не видно. Оно было такое... Знаете, как такое тоненькое... Вот это широкое кольцо, оно было, наверное, вот такое же, как вот «Спаси, сохрани», только желтое золото, старинное. Не красное, не белое, а именно желтое. И в центре был такой розовый бриллиантик, небольшой. И оно вот такое вот все было вот здесь вот спереди все усыпано маленькими-маленькими бриллиантиками. Я понимаю, что оно, наверное, не имело какой-то большой стоимости в смысле денег. Ювелирных, да. Но в смысле того, что это было кольцо моей бабушки и прабабушки, вот знаете, вообще фамильные драгоценности не зря они... Бесценны. Они бесценны, да. И мне кажется, что они придают силу человеку. Это именно сила, которая передается из рода в род. Можно так сказать, женская сила, женская энергия. И у меня когда-то просто сколько прошло? Семь лет назад обокрали квартиру, в которой я тогда жила. И украли это кольцо. В Москве? В Москве, да. В Москве. На самотечном переулке. Такая была тоже странная история, потому что что-то оставили, что-то взяли. Украли все деньги, а украшение часть почему-то оставили. Ого! Интересно. Это я вообще не поняла. Это, думаю, это что? Или они не поняли, но я думаю, ну как если они... Обычно, когда грибут так все подряд. Да, да, было все перевернуто вверх дном. Не нашли, да? Или вы даже не... О, какая-то была... Ну, будем что-то говорить, что кто-то за что-то мстил, может быть, почему-то дело быстро закрыли. Я все время, знаете, надеюсь, вдруг кто-нибудь услышит и вернет это кольцо. Ну, я думаю, это, наверное, уже нереально, но мне очень было обидно. Кстати, можно попросить нашу золотую рыбку, да. Думаете, такую? Да, чтобы вот... Ну, например... И вдруг вот с таким... Что-нибудь вы по формату должны попросить. Я попрошу. А мы уже просим, да? Да. А мы уже уходим? Да. Как жалко. С вами так интересно? Просим, мы уходим, да. Мне к ней надо подойти? Нет. Она сама придет. Она слышит все прекрасно и видит золотая. А, то есть, не шепотом. Дорогая рыбка, я хочу тебя попросить, чтобы мы все были здоровы. Родители, моя дочка, я. Чтобы мы все были здоровы, счастливы, наслаждались этой жизнью и получали от жизни удовольствие, конечно. Ну, еще хороших ролей в Киеве. В кино и в театре. Я добавлю, что я вам желаю гастроли в Японии и съемок в японских фильмах. А я постеснялась попросить. Не надо стесняться. Это не тот формат. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Спасибо. Насчет Инстаграма хотел поговорить. С чего вдруг Инстаграм 57? Это как бы наоборот? Да нет, это мне когда-то сделала какая-то девочка. Я попросила, потому что я даже, ну, я в этот момент не знала, как это завести. Она меня так сделала. Для чего это? Я даже не знаю, как убрать, чтобы аккаунт не менять. Ну, в общем, поэтому это какая-то глупость, конечно. Но так вот есть, к сожалению. Не знаю, почему 57. 57? Ну, мне не 57, слава богу. Ясно. Нет, знаете, один раз есть разные же сайты, ну, там, в Уманру еще вот какие-то тоже порталы. Не сайты, а порталы, которые там мои фотографии могут в купальнике перепосты сделать. Из Инстаграма. И кто-то пишет. Ой, боже, я такое считаю. Да чего она? Ей уже 60 лет. Чего она? Да почему же такие люди-то злые? Откуда столько злости? Меня так это поражает. Я просто никогда злая не была. Мне, наверное, это не понять. Я могу быть взволнована чем-то, могу быть эмоциональной. Ну, чтобы вот так кого-то прямо, знаете, прям приложить, и нам легко становится. А им легко потом становится? Ну, я думаю, да, это, конечно. Ну, вот, знаете, мне им хочется всегда сказать, вы в зеркало на себя посмотрите, посмотрите, как я выгляжу, ничего не делая с лицом. А вы прям ничего и не делаете? А я прям ничего. Я ни одной прям инъекции не делаю. Вот прям ни одной инъекции, Жень. Какие гены вам подарили? Иногда, вот раз в полгода я делаю массаж лица, ну, просто обычный, ручной, никаких аппаратов, ничего. Может быть, сейчас уже надо начинать. Это же я чаще всего. Ну, вот видите, но у меня не получается по времени. Может быть, ну, и раньше я хотя бы маски какие-то делала, уважения, сейчас я просто не успеваю. Просто мажусь кремом вот этим, который я, лицом которого я и была. Четверть миллиона подписчиков. Мало. Это мало, вы считаете? Ну, я потому что делаю мало публикаций, я мало занимаюсь развитием, я не вкладываю в это никакие деньги. Многие делают то, что вкладывают деньги, там, это, то, обещают какие-то призы по 100 тысяч рублей. Кто-то просто накручивает. Таких знаю. Ну, потом у вас же открытый инстаграм. Открытый, да. Вот Бузова с ее миллиардами, там, этих подписчиков. Для нее посмотреть, надо подписаться, кстати. Хитрый код, да. То есть ты не можешь посмотреть, не подписаться. А я не знала, что так можно. Да, конечно. Это тоже главное заинтриговать. Вот видите, да. Финальный вопрос, Лена. Вы человек театра или человек кино, если надо выбрать между площадкой и сценой? Я очень сцену люблю. Я без театра не могу. То есть я, когда бывает, что я много снимаюсь и почему-то не играю, бывали такие периоды, я очень скучаю, мне, конечно, сцена снится. Когда был локдаун, когда вот это самоизоляция, слово по-русски скажу. Я просто, вот я помню, как мне снилась сцена. И мы в какой-то момент, а я каждый день готовила, пекла, при этом похудела. То есть тоже я сидела на даче с дочкой, и я все время готовила. То есть, видимо, так творчество выражалось. Но без кино я тоже не могу. Мне сложно выбрать. Но, наверное, театр важнее для меня. Все равно. Да, в следующий раз сделаем акцент на театрах. Надеюсь, мы не в последний раз. А, мы сегодня прокинули. Вы меня еще позовете после всего, что сегодня было? Я не знаю. После того, что сегодня было, позову. Непременно. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Женя. Очень приятно.